Всем привет! Сегодня я хочу поговорить про стояки отопления. Точнее, по возможности, как их можно убрать, скрыть. И если они остаются открытыми, то по возможности сделать их как можно красивее, чтобы это не выглядело как бельмо на глазу, когда новый ремонт сделан. Стойки отопления, как в 70-е годы, как дом сдался, так они и выглядят. Вот сейчас вам покажу, насколько люди отвратительно подходят к своей работе. Вот в этой квартире, это вторичка, новый фонд. Изначально обсуждалась зашивка всей несущей стены. И фальш-стеной, для того, чтобы скрыть стояки отопления. Чтобы под окошком были только чистовые экраны, и вся вот эта красота была скрыта. Вот так как стояки некоторые просто магистральные, некоторые стояки вот проходят. Эстетики в них вообще никакой. Только занимают полезную площадь, так как из радиаторов они обязаны отступить от стены сантиметров на 7-10. Вот здесь не снят еще радиатор. Можно посмотреть, насколько это все будет эстетично. Даже если оно покрасится, штукатурится, поклеится обои, в любом случае, эстетики в этом, ну, крайне мало. Идентичный заказчик таких вещей, как правило, не оставляет. И это все просто вровень зашивается гипсокартоном. На крайнем случае, здесь оно просто со стеночки немножко торчит. Вот этот вот каратыш. И все. А здесь полностью все зашивается. Вот гипсокартон заканчивается как раз на толщину вылета радиатора. Сверху только через один сантиметр буквально идет экран. И все. То есть потери площади нет никакой. Штора в любом случае, она проходит за радиатором. Тюль, штора. Вот. То есть, либо она будет проходить за радиатором, а здесь будет пустое пространство. Либо здесь будет проходить фальстена, и она также будет проходить за радиатором. То есть полезная площадь, она не теряется. Но вот эти все красоты, кривые, они исчезают. Как с ними? Причем к этому нужно надежным потолком подойти. Это все нужно перекрашивать каждые 3-5 лет. Вот. Так что, ну здесь заказчица отказалась. Отказалась. Придется как-то выходить из положения со всей этой эпидерсией. Слово эпидентичности. Вот за вот такое подключение радиатора, где везде торчат волосы. Кое-как прикручены криво. Вот. Ну вот ужас просто. Ну вот как. И туда сейчас, причем уже не подлезть, нормально не пообрезать, потому что он закрутил его просто в упор. Вот. Вот. ножом поработать вообще ни разу нельзя. За это подключение радиатора ЖЭКовские сантехники берут от 6 до 10 тысяч рублей. За вот такую вот переварку с вот таким загибом трубы. Вот. Из-за вот такую упаковку. Вот еще один радиатор из этого же разряда. О, ну просто. Во-первых, ну зачем закручивать в упор? Там резьбы предостаточно, чтобы оставить полсантиметра чистоты, чтобы гайка свободно вращалась. Зачем крутить просто в упор его? Вот. 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 То же самое все. Все грязное в унипаке. О, новые радиаторы. Все уже грязное, до ужаса. Это нужно теперь мыть с обезжиривателем. Вот. Пожалуйста. И вот для сравнения собраны, но еще не установленные коллектора. они уже запакованы. то есть их просто осталось сейчас вот в этом вот месте наживить, запаковать, и все, они готовы. вот, пожалуйста. Ни единого волосочка, нигде ничего. так что делайте, люди, выводы. Стоит ли нанимать таких вот специалистов или лучше нормальных мастеров. К слову, один кран идет более-менее параллельно. Второй кран, видимо, то ли он его не докрутил, может, лень стала. Всякое в жизни бывает. Вот. Вот такой вот шикарный загиб, который уже будет после стяжки, потому что стяжка здесь будет идти 5-6 сантиметров. Это вот как раз вот уровень. Вот это было. Это все будет в открытом виде. Здесь такая же ситуация. Вся вот эта красота будет в открытом виде. Вот эту всю красоту теперь нужно будет прямо, видимо, не вариться. Вот эти все швы теперь нужно будет шлифовать хорошенько, потому что, видимо, в их стоимость шлифовка не входит. Вот такие вот профессионалы. Всем спасибо за внимание. Выбирайте профессионалов. Выбирайте качественных мастеров, у которых таких вот ошибок проводят. просто не бывает. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok